Овна, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас в начале – это девятка Пентакли. Ваше бездействие, ваши какие-то переживания, ваши какие-то тоски. Может, вы в ожидании, да, вот кто-то может ожидать, что кто-то напишет или проявится. В начале месяца июля вы должны делать какие-то действия. У вас, знаете, если вы долго будете дальше продолжать, у вас будет такая, знаете, пустота на душе. У вас будет, вот именно вы будете себя чувствовать, никому не нужны. Вот давайте постараемся в начале месяца выйти из этой состояния. Здесь только от вас требуют вот именно какие-то шаги, чтобы вы можете себе ставить какие-то цели в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта Четверка Мечей. Четверка Мечей – это, знаете, может быть, у вас в начале идет как исцеление. Исцеление может от каких-то ситуаций. Исцеление от каких-то ситуаций, которые у вас происходили с людьми, да, может, какие-то ссоры, да, которые вы на сегодняшний день можете быть неуверены, что вы правильно поступили, что вы правильно сделали. Здесь все-таки хочу сказать, что здесь как-то даже может в начале вам это нужно. Может куда-то поехать отдохнуть, да, прийти в себя, дать себе возможности, вот, делать эти шаги и дать себе возможности набраться новыми силами. Эта карта еще говорит о том, что обращайте внимание, да, по здоровью, может быть, это касается вашей спины. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это паж мечей, бороться за свое, бороться за свое место под солнце, за то, что вам нужно. Какие-то новые, может быть, вложения, каких-то новые цели, каких-то новые, знаете, мысли, которые вы боите даже думать об этом. Вот то, что вот в начале требуется вас бороться за свое, а не за чужое. Здесь дать возможности вот начать что-то новое. Давайте посмотрим следующая карта на середине, середина месяца, карта звезда, исполнение вашей желания. Вот на сегодняшний день вы должны себе ставить цели. В начале месяца вы должны уже четко знать, какие желания у вас есть. И для того, чтобы они исполнились до конца года, вы должны делать эти шаги. Вот вы не должны бездействовать, вы не должны тосковать, вы не должны себя чувствовать опустошенные, да, то, что вы никому не нужны. Потому что мы все люди, да, проходим какие-то испытания, какие-то перемены, но мы должны понимать, что все в нашей жизни делается с какой-то целью, да, для того, чтобы мы стали другими. Давайте посмотрим следующая карта на середине, карта башни, карта разрушения, карта разрушения ваших стиротипов, старые какие-то ваши привычки, какие-то страхи ваши, да. Но это вы можете только делать своими руками. Здесь не то, что когда-то кто-то будет за вас это делать, а вы сами это должны стремиться. Здесь все-таки сами должны какую-то ответственность брать и разрушить все своими руками. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта восьмерка Пентакли. Но у вас будет такое желание, почему разрушить? Вы думаете, все бесполезно. В чем вы вкладываете, хотя вы мастера, хотя вы люди, которые спокойно знают, что они хотят. Но вы думаете, что это бесполезно. Все свое время вы это получите. Все свое желание вы исполните. Только самое главное убирайте вот эти ваши страхи. Это ваше то, что борьба, как говорится, за свою жизнь. Не за кого-то, а именно за свою жизнь. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Пятерка кубков. А под конец месяца у вас может быть такое, что какая-то скорбь на душе, какая-то боль, какое-то разочарование. Для некоторых это может быть какие-то конфликты с родственниками, какие-то выяснения. Но постарайтесь не дать эту пищу для размышлений. Постарайтесь быть спокойными. Здесь могут быть какие-то выяснения из-за каких-то финансов. Может из-за каких-то финансов, которые у вас есть какие-то цели, чтобы вы исполнили какое-то ваше желание. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие, в конец месяца. Это карта Пашкуков. Начание чего-то нового. Вот дайте себе возможность радоваться, что у вас происходит. Дайте себе возможность, может куда-то поехать отдохнуть. Вот это исцеление себе брать. Да, дайте себе возможность начинать чего-то нового. Не расстраиваться, пока каждый раз вот эту боль тянуть с прошлого. Может для некоторых это настолько была работа после каких-то разводов. И до сих пор у вас эта боль присутствует. Но здесь пока вы сами себе не поможете, никто не может помочь. Давайте посмотрим карта совета. Что вам высшие силы советую вам. Как сделать на июль месяце. Это пятерка Пентаклева. Уходить. Уходить это то состояние, в котором вы находитесь, даже может быть на сегодняшний день. Вы должны уже понять, что было в прошлом. Было какие-то разочарования. Но вы не должны делать себе эту боль. Потому что вы сами себя разрушаете. Вы сами себя, вот знаете, даете в роли жертвы. Да, вы сами не можете начать чего-то нового. Поэтому постараемся поработать над собой. Уходить вот. Вот даже работать вот июль месяц. Уходить из той состояния, в которой вы находитесь. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по новому же телефону, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.